я сегодня расскажу про такую на самом деле совершенно необъятную термо область как цифровизация медицины внедрение технологий здравоохранения но постараюсь немножечко структурировать у вас в голове что это вообще такое какие процессы там происходят и может быть сподвигнуть вас на дальнейшее изучение темы я к сожалению сегодня без презентации была небольшая накладка и я не успел просто приготовить но у меня есть достаточно большое количество материалов которые я обязательно я передам организаторам и они вам потом надо ссылочки чтобы можно было изучить самостоятельно пандемика на вируса ускорила вообще практически все процессы цифровизации и довольно неудивительно что и в здравоохранении тоже за последние три года во всем мире в разы увеличилась бюджеты на внедрение технологий в оба здравоохранения по некоторым технологическим направлениям например тем же технологиям искусственного интеллекта здравоохранение является лидирующей отраслью да и в россии тоже как как это не удивительно среди других отраслей в которых внедряется и причин тому несколько чтобы их объяснить нужно немножечко обратиться к теории цифровизации как таковой если посмотреть на то как внедряли цифровых технологий в различные отрасли можно выделить примерно три различных этапа первый этап это внедрение информационных технологий вообще мы прошли его там грубо говоря с началом 90-х с внедрением просто распространение компьютеров везде с внедрением информационных систем электронного документа оборота и так далее медицина долгое время оставалась достаточно консервативной средой где например этот этап до сих пор не везде закончен у нас электронные медицинские карты начали внедляться буквально два года назад при этом появляется специализированные программные приложения специализированные информационные системы для как врачей так и просто персонала больниц для управления клиниками как предприятием со своей спецификой появились собственно говоря и специализированные направления информатики медицинской информатикой занимается исследованием процессов получения передачи обработки информации в медицине здравоохранения как вообще дисциплины со своими особенностями на выходе по сути мы получаем подключенные к естественно интернету обладающие информационными системами как на основе организации так и на основе более крупных будь то там например регион министерство региональное здравоохранение сторона федеральной информационной системы занимающейся медициной производится процесс информатизации второй этап внедрение технологий это он как правило связан с тем что процессы еще не очень сильно меняются но начинает накапливаться данные в информационных системах начинают накапливаться данные в инновационных системах появляется потребность в их анализе в какой-то момент данных становится так много что требуется соответственно анализ больших данных начинается внедряться алгоритмы в том числе алгоритм искусственного интеллекта машинного обучения начинает распространяться и появляться все больше устройств устройств становится не только виде персональных компьютеров начинают подключаться к информационным системам различные медицинские устройства будь то устройство для мониторинга пациентов внутри больницы всякие кардиомониторы и так далее и вплоть до устройств интернета вещей и носимых устройств которые пациент может забрать с собой и передавать данные через интернет для мониторинга на втором этапе начинают перестраиваться собственно говоря процессы управления если бы это был предприятием искали бизнес процессы но это все равно все еще те же старые процессы просто которые делаются достаточно по-новому позволяют экономить средства позволяют снижать затраты времени персонала получать какие-то новые методологии например ухода за пациентами на основе анализ лучших практик наконец третий этап цифровая трансформация переход к цифровому например здравоохранению когда на основе всех полученных объемов данных начинается появление разработок искусственного интеллекта робототехники специализированных приложений виртуальной дополненной реальности технологии можно долго перечислять и трансформируются сами процессы появляется новое качество медицины новое качество здравоохранения ориентированных на потребителя знающих про него примерно все соответствующих его образу жизни отслеживающих его действия поведения в реальной среде такая чуть попозже скажу большая область которая занимается как раз не только пациента в контексте учреждения здравоохранения но и его остальной жизни иногда кажется что вот первый этап это был когда-то давно совсем второй этап вот мы уже там прошли и вот мы на третьем этапе это немножко упрощенный взгляд на самом деле любая технология которая внедряется проходят эти три этапа придут простой пример там есть например какая-то там технология связана с искусственным интеллектом с машинным зрением конкретно которая анализирует рентгенологические снимки как правило когда она только начинает внедряться это просто некий алгоритм который да вот снимок сделали он провел анализ изображения но по сути эти данные дальше использованы не были он их накапливает он обучается строить какие-то модели возможно какой-нибудь там представитель эти компании которая предоставила это решение улучшает свой продукт на этой основе возможно какую-то дает статистику обратно организации для перестроения самой работы по сути ничего не сделано ничего не меняется на втором этапе возможно врач уже будет посматривать на то что там делают искусственный интеллект с этими изображениями но при этом не ориентируется на его решение не используя даже как второе мнение скорее просто проверяет себя отлавливает какие-то возможно ошибки может быть он устал может быть у него болят глаза он не может уже выглядываться эти изображения но знает что у него есть некий помощник в свою очередь на уровне лечебной организации она собирает по сути массив данных этих снимков и может и как в дальнейшем использовать для каких-то там других исследовательских целей или даже возможно для коммерциализации продажи другими исследователями на третьем этапе искусственный интеллект это решение встраивается в саму систему врач уже либо постоянно обращается к нему как ко второму мнению либо и что показывает большую эффективность наоборот про искусственный интеллект проводит предварительный скрининг нормальных снимков например то есть те которые связаны с рутинными обследования диспансеризациями и при нахождении любой аномалии передает это специалисту который уже может дать свое аргументированное мнение относительно того следует ли проводить дальнейшие исследования анализы возможно там есть какое-то раковое заболевание данном случае происходит не просто перестройка процессов но также необходимо очень плотное взаимодействие как врачей и администраторов так и собственно говоря разработчиков для того чтобы понять как лучше использовать технологический инструмент для его плюсов и как действительно повысить эффективность работа для первую очередь пациентов и вот разница в эффективности между использованием машинного зрения алгоритмов для снимков в качестве второго мнения или то есть когда брать постоянно к ним обращаются или использование для скрининга который потом отдает врачу на самом деле в несколько сотен раз второе решение гораздо эффективнее для общей системы здравоохранения гораздо больше позволяет экономить средств на том числе диагностики на ранних этапах заболевания но когда разработчики создают подобное решение они могут быть например не в курсе всех особенностей работы систем здравоохранения больниц и в этом смысле очень большое количество решений которые представляются на первоначальных этапах им нужно пройти вот все первые два чтобы быть эффективно встроенными почти невозможно взять какое-то новое технологическое решение и сразу сделать так чтобы она радикально меняла всю систему и позволил проводить цифровую трансформацию так вот сегодня технологии здравоохранения позволяют проводить профилактические обследования диагностику позволяет прогнозировать развитие заболеваний позволяют подбирать оптимальную дозировки лекарственных препаратов позволяют увеличить точность хирургических вмешательств технологии телемедицинские которые начались по сути использование просто как мы сейчас видеосвязь видеосвязи для консультирования постепенно продвигаются в сторону использования дополнительных устройств будь то мобильные моменторы телеметрии будь то компактные устройства для взятия анализов это сейчас например есть такой почти в общем все это грааль возможность взятия удаленного анализа без передачи в лабораторию для по крайней мере получения основных каких-то результатов на прямом уровне сахара в крае да был такой мошеннический стартап Тиранос возможно вы слышали который говорил что они научились это делать его главу посадили там многомиллиардные штрафы но этой технологией все равно занимаются в том числе такие гиганты как Apple поскольку она позволяет довольно радикально упростить оказание медицинской помощи в том числе для хронических больных до использования робототехники вы наверняка видели роботов-хирургов которые находятся внутри самих больниц да и позволяют проводить там точные какие-то действия в том числе лапароскопические операции но такие возможно использовать и с использованием телемедицины то есть удаленно тут включается довольно сложный технологический стэк от собственно говоря разработки новых протоколов интернета поскольку подобные действия должны выполняться с очень высоким скоростью отклика и минимальным лагом для чего требуется практически реинжиниринг всего стэка с самого начала до внедрения технологии искусственного интеллекта которые позволяют компенсировать сетевые задержки предсказывая предугадывать действия врача хирурга для того чтобы повысить точность проведения операции отсечь какие-то шумы отсечь резкие движения и так далее смешной момент что технологии например которые позволяют вам играть в онлайновые игры мультиплеер в особенности например дело касается файтингов где с тем протоколом нужно очень точно понимать где в настоящий момент находится ваш персонаж и какой там удар комбо вы пытаетесь сделать в настоящий момент по сути являются в общем тем же теми же технологиями которые используются для улучшения работы роботов хирургов которые управляются удаленно в россии плюс-минус 20 процентов организации сферы здравоохранения внедряют сейчас продвинутые технологии в том числе технологии искусственного интеллекта это на самом деле довольно много относительно мирового уровня внедряют они в основном на деньги государства и на самом деле это один из основных барьеров для внедрения технологии в медицину разумеется бизнес который создает эти технологии он в первую очередь рассчитывает на получение прибыли на монетизацию своих решений при этом основной смысл применения технологий в медицине все-таки заключается не в увеличении доходов медицинских организаций хотя разумеется снижение расходов в системе достаточно важно но все же он направлен на казань качественной медицинской помощи в этом смысле внедрение каких-то новых механизмов в том числе использование страховых механизмов для внедрения технологий стимулирования использования и внедрения новых устройств для например поднижения страховых коэффициентов как сейчас достаточно любят делать внедрять в США оно может значительно ускорить данное внедрение при этом ряд про технологических решений как уже упомянутая моя например ранняя диагностика позволяет снизить затраты например на лечение в 3 раза примерно повысить в 5 и более раз выживаемость пациентов поэтому экономический эффект пусть и не всегда прямой у внедрения подобных решений естественно есть любой умерший человек это в том числе экономическая потеря если мы посмотрим чуть подробнее про те сферы где сейчас распространено технологическое решение можно разделить на несколько предметных областей первое которое я уже упомянул это внедрение алгоритмов внедрения технологии искусственного интеллекта для анализа различных сетов данных в первую очередь наверное наиболее активно развивающийся сегмент это использование компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и видеоаналитики в применении в общем-то практически с каждым днем оно становится частью рутинных процессов даже если далеко не все врачи пока используют данное решение непосредственно в своей практике почти во всех коммерческих клиниках такие процессы например идут независимо в том числе в первом случае у нас происходит анализ с снимков для определения собственно состояния тканей органов для определения различных заболеваний второе это использование искусственного интеллекта для анализа лучевой диагностики очень большой буст получила как раз во время пандемии поскольку было в разы увеличилось количество качественных снимков КТ легких поэтому именно данная узкая сфера сейчас фактически является лидером всего направления при том что на самом деле нормально обнаружить коронавирус по снимкам так и не научились но зато накопленные базы позволили довольно радикально улучшить ситуацию со скринингом браковых заболеваний легких а также некоторых других например там кровоизлияние компьютерное зрение позволяет в данном случае как ускорять скрининг так и значительно улучшить качество самой самого процесса например снятия мрт рентгографии поскольку алгоритмы используемые непосредственно в контакте с диагностиком с человеком который управляет машиной может буквально подсказывать как вам лучше снять снимок прямо сейчас что ускоряет сам процесс и позволяет избавиться от необходимости повторных повторных снимков повторных исследований с этого года к слову в ОМС будет включен анализ снимков с помощью искусственного интеллекта что позволит фактически распространить его на и все государственные учреждения что по-моему довольно здорово второй столб скажем так использования анализа данных это так называемые данные реальной клинической практики это данные из электронных медицинских карт это данные из реестров исследований например препаратов заболеваний это данные собираемые с помощью специализированных медицинских устройств как внутри медицинских учреждений так и вне это данные получаемые от пациентов через например специализированные мобильные приложения это в том числе и данные социальных сетей как бы не было смешно есть есть там очень хороший пример мой хороший знакомый Борис Овчеников в течение двух лет пандемии анализировал поисковые запросы в Яндексе которые были с ней связаны и на самом деле накопленные за это время данные позволяли в общем-то говорить о сильной корреляции соответствующих поисковых запросов причем даже уже на второй год когда казалось бы люди должны примерно знать какие например симптомы есть у заболеваний коронавируса с статистикой по числу заболеваний которые через там неделю-две с лагом выдавала распотребнадзор поэтому для на уровне скажем так государственного уровня систем здравоохранения как таковой даже анализ социальных сетей поисковых запросов может принести довольно любопытные данные для планирования дальнейшей деятельности а также терапии диагностики отдельным жанром является например поиск и анализ естественно с его согласия данных самого человека человек может не очень осознавать это но благодаря социальным сетям и вообще вашему цифровому следу можно понять какие у вас паттерны сна еды и сколько вы двигаетесь в день какой вы видите образ жизни и так далее для конечно прям постановление диагноза по соцсетям наверное это невозможно но для зачастую очень полезного фона при принятии решения о дальнейшем лечении и поставке диагноза такое может быть в данном случае можно привести естественно пример уже старого но популярного сериала доктор хаус когда он направлял своих врачей по сути копаться в мусоре и белье пациентов вот ваши данные социальных сетей это тоже такое в этой сфере есть масса проблем которые связаны как с плохой доступностью данных так с проблемами с их форматированием с использованием единых стандартов записи данных электронной медицинской карты с использованием одной онтологии лекарств исследований операций каждый врач к сожалению любит писать так как он привык и заносить данные в карты так как он привык а не так как стандартизировано в этом смысле кстати искусственный интеллект тоже помогает плюнув на то чтобы заставить врачей делать как надо многие организации внедряют помощников и алгоритмы искусственного интеллекта для того чтобы понять что занес туда врач и переформатировать его под стандарт который мог бы быть использован для дальнейшего обучения алгоритмов для собственно говоря сбора уже качественных статистических данных и качественных датасетов очистки этих датасетов такой немножко низко лежащий фрукт но позволяющий достаточно радикально улучшить доступность данных для дальнейших исследований есть проблемы у нас с обезличением данных до сих пор не закоплено на законодательном уровне процедуры обезличивания поэтому все медицинские учреждения безусловно обезличивают данные но не говорят как и как что произошло с каким образом обезличенный датасет получился от необезличенных просто потому что этого нет в нормативно-правовых актах здесь тоже есть определенный прогресс в частности конкретно в сфере медицинских данных появляются постепенно нормативные акты которые позволяют по крайней мере на уровне эксперимента проводить данные действия и третий момент это когда данные у вас собираются не только от того что ввел врач но и от всевозможных устройств вносимых устройств устройств интернета вещей и так далее здесь в первую очередь сейчас внедряются системы ухода за хроническими больными пожилыми людьми младенцами но сейчас по-моему примерно 20 уже медицинских устройств об одобрено здравом реф для использования в врачебной практике поэтому я думаю что уже через год-два мы будем значительно чаще встречать предложения к использованию уносимых устройств для более широкого круга пациентов пока понятно наверное не очень много сюда кстати можно с определенной натяжкой отнести и привычные фитнес-трекеры и умные часы да большая часть из них не обладает необходимой точностью или не и не внедряют технологии которые позволяли бы стандарты используются в здравоохранении но некоторые все-таки внедряют например тот же Apple Watch содержит определенный набор технологий в этом смысле мы также думаю что в high-end носимых устройствах будут все чаще внедряться соответствующие стандарты технологии которые позволяли бы их использовать для мониторинга в реальной врачебной практике следующий раздел это то что можно назвать прогрозной аналитикой и его можно разделить на три основных части первое это то что называется хуже всего прогнозная аналитика на уровне самого пациента это персонализация медицины то есть по сути у вас есть некий там помощник системы поддержки принятия врачебных решений которое позволяет подобрать вам индивидуальный курс лечения естественно с помощью лечащего врача для самых простых там решений для более сложных она позволяет она позволяет проанализировать не просто ваше состояние но и ваши особенности в том числе генетические особенности предположить как вы будете реагировать на тот или иной курс лечения как будет развиваться ход болезни как быстро как медленно сколько у вас там есть времени на то или иное медицинское вмешательство и принять соответствующие меры да врачи во многом негативно относятся к такому скажем так вступлению на их сферу тем не менее как минимум подобная система позволяет снизить количество врачебных ошибок врачебные ошибки врачи не любят еще больше чем когда кто-то вмешивается в их работу второй уровень который внедряется гораздо больше это прогнозирование на уровне медучреждений в данном случае мы рассчитываем соответственно поток пациентов необходимость того или иного медперсонала оптимизируем работу отделений оптимизируем закупки тех или иных средств лекарств коек бинтов чего угодно эта прогностическая модель по сути ничем не отличается кроме там вводных от управления любым предприятием от управления производством и в общем неудивительно что здесь наверное самые совершенные решения имеются на текущий момент поскольку по сути это не про медицину таковую что позволяет минимально модифицировать имеющиеся решения по сути просто другие немножечко данные другие вводные третий уровень это прогнозирование работы всей системы здравоохранения оно в первую очередь естественно завязано на большие федеральные информационные системы тоже там ЕГИСЗ государственная система здравоохранения включая географические демографические данные хотел бы я сказать что здесь все хорошо работает это активно развивается но к сожалению как раз на этом уровне зачастую отсутствует серьезное взаимодействие разработчиков подобных систем управленцев и врачей поэтому история внедрения таковных решений на мировом уровне скорее более негативная чем позитивная подобная система как правило рассчитан либо на жесткую оптимизацию ресурсов государственной системы здравоохранения либо не оправдывают затрат на их внедрение это постепенно меняется но наверное подход в том числе подход как неожиданно российский к тому чтобы не обязательно переводить все абсолютно процессы в государственной системе здравоохранения на цифровые рельсы постепенно прорабатывать определенные домены и например профилактика тех же там вирусных заболеваний как это отдельно сегмент проводить или повышение и продвижение здорового образа жизни и так далее какие-то отдельные области хорошо проработанные потом позволяют улучшить работу и всего всей системы а знаете я бы тут сделал небольшую паузу может быть и попросил бы задать первый вопрос который я подготовил вот так вот на середине пока ну что ж я смотрю у нас да аудитория достаточно пессимистично это наверное хорошо когда принимали первый закон про телемедицину россия основным аргументом здраво к тому чтобы не разрешать постановку диагноза по использованию телемедицинских технологий на самом деле до сих пор вплоть до там последнего года использовать телемедицину можно было только для консультаций сейчас разрешили второе мнение давать и один из основных как раз аргументов было то что и так не очень все хорошо а если мы всем разрешим давать диагноз по медицине качество упадет еще ниже по мне это довольно спорный аргумент может быть да вот если кто кого-то есть желание прокомментировать свой ответ да я бы хотел прокомментировать ну вот в ходе вашей лекции я вот отметил для себя возможно это не конкретно к данному вопросу будет но я отметил для себя например в дальнейшем возможно реализация такого понятия как кибертерроризм то есть например разные кибер атаки во время операции то есть злом во время операции роботов хирургов тех же самых тоже возможно такой расклад событий и это может быть не один факт такого такой реализации вот такого кибератаки а например может ну хакер выяснили что вот данный момент например делаются операции там у десяти людей и соответственно нанести кибератаку во время операции вот этим людям соответственно умрут не один человек а например десять то есть есть такой вопрос как кибертерроризм возможно очень хорошее замечание я бы даже говорил ну это наверное сценарий менее вероятный я бы например сказал про более вероятность сценарий как просто происходит дидос атака на больницу и забиваются канал связи и вообще просто перестают работать интернет да и соответственно какие кибер хирурги ничего сделать не смогут в этом смысле интересная достаточно работа есть у международного красного креста международный красный крест разрабатывает некие скажем принципы в том числе маркировки тех связи интернационных объектов которые относятся к больницам в сфере здравоохранения то есть принцип тут тот же что например атаковать медицинские учреждения нельзя это является там нарушением международных конвенций о поведении войны также они хотят перенести это и в киберпространство что атака кибер атака объектов связанных с здравоохранением также является нарушением серьезным международным законодательством ну более кроме всего прочего понятно что учреждения здравоохранения относятся к критической информационной инфраструктуре к ним повышены требования по информационной безопасности по существованию закрытых контуров и так далее к сожалению это не всегда работает в связи с а недостатком специалистов инфрационной безопасности б торговизной подобных решений да достаточно часто происходят утечки в том числе данных из клиник систем здравоохранения были буквально в прошлом году крупные утечки того же например инвитро с этим надо работать вижу тут вопрос сразу по поводу фитнес-браслетов интернет вещей я проговорил уже какие-то вещи о том что наверное базовые фитнес-браслеты не очень хорошо используются но более дорогие устройства постепенно внедряют те протоколы те алгоритмы которые необходимы для взаимодействия с медицинскими системами с точки зрения автомационной безопасности опять же в и россии и других странах есть специальные процедуры сертификации медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта с технологиями связи это достаточно сложные процедуры которые содержат в себе оценку как части посвященные в общем-то информационной безопасности так и общие правила оценки медицинских устройств в том числе с точки зрения доказательной медицины поэтому да на рынке их не так много но наверное это даже хорошо что требования весьма большие да вот да действительно гематест была лаборатория тоже утечки к сожалению утечек в принципе очень много за прошедший год и медицинские учреждения в данном случае не уникальны но я подозреваю что если произойдет отключение даже не электричество а просто интернета проблемы у нас будут везде в том числе в транспорте в том числе в ЖКХ везде 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 ровно поэтому и существуют практически во всех странах принципы безопасности обеспечения критической информационной структуре поэтому там есть слово критическое потому что уже невозможно существование нашего современного общества без информационных технологий к счастью к сожалению не знаю специалисты по информационной безопасности наверное это сильно не дает спать но я к счастью не специалист на информационной безопасности продолжим следующей сферой является такая тоже связанная с прогнозированием сфера так называемых цифровых двойников по сути способности вычислительные в сегодняшний момент позволяют создавать виртуальных пациентов для моделирования процессов лечения патологии тестирования лекарств без по крайней мере первоначальных этапов без собственно говоря риска на вреде пациентам без необходимости в испытаниях на животных или как минимум значительно сокращение этих этапов испытаний по сути создается модель пациента с тем или иным заболеванием предварительно снимаются датчиками и алгоритмами все его показатели в дальнейшем виртуально вводятся на привателенные лекарства и модель рассчитывает какие процессы будут происходить это пока очень-очень новая сфера для внедрения мы безусловно далеки от того чтобы заменить все клинические испытания на испытания искусственные но во многих сферах даже у нас даже в общем-то в мире ядерные испытания проводятся без ядерных взрывов как таковых на основе моделирования медицина безусловно человеческий организм весьма и весьма сложная информационная структура тем не менее постепенно эти технологии будут развиваться дальше как минимум в применении пусть и не к человеческому организму в целом но хотя бы к каким-то конкретным человеческим органам про хирургических роботов я уже рассказывал сама по себе робототехника это развивается достаточно активно при этом даже если мы говорим не про удаленных роботов а про роботов которые используют непосредственно внутри клиник и на этом уровне технологии за последние пять лет совершили в общем-то прорыв можно совершенно точно сейчас сказать что комбинация профессионального хирурга и робота обеспечивает лучшее качество проведения операций чем хирург как таковой в том числе поскольку у робота никогда не бывает случайных движений он не ошибается из-за случайности из-за того что что-то отвлекло что-то не знаю капнуло что-то брызнуло все случайные движения будут отсечены просто не будет проводиться да такие операции проводятся несколько медленнее что зачастую бывает неприменимо соответственно в экстренной медицине однако честно сказать доля операций экстренных в общей деятельности больницы не так велика огромной сферы которой я не буду сильно влезать является использование технологий в фармакологии тут я только скажу что во первых использование анализа больших данных искусственного интеллекта значительно ускорило процесс разработки лекарств и удешевило его более того у любой крупной фармакологической корпорации есть целый скажем так банк потенциальных лекарств которые можно было бы использовать для лечения иногда они даже не знают для чего алгоритмы например могут указать на перспективные молекулы по сути не не знают точно как и на что они повлияют в человеческом организме лекарства зачастую начинают свой путь как лекарства от совсем других болезней и состояний чем они используются в конце естественно известны базы пример что виагра изначально не была препаратом для повышения потенции таких случаев достаточно много сюда же мы можем добавить сейчас уже создание вакцин и методов лечения с использованием мрнк по сути это тоже очень дата дривен процесс сюда же мы можем отнести создание нанотехнологических устройств лекарств но не лекарств цифровых лекарств электронных лекарств которые действуют не за счет действующего химического препарата за счет микротехнологии пока совсем тоже новая сфера тем не менее на ближайшие пять-десять лет будет активно развиваться следующей сферой которая так или иначе связана тоже с тем с дополнительным каково является улучшение вот это уже чисто конечно финансовая история это улучшение работы систем страхования медицинского государства как обязательного страхования так и индивидуальных программ медицинского страхования в том числе на основе получаемых данных как обезличенных о привычках о перспективах того или иного хода заболевания о вероятности заболеть тем или иным получением того или иного хронического состояния так и всевозможные стимулирующие истории с здоровым питанием использование мониторинга занятий спортом и так далее если наверное индивидуальная программа медицинского страхования это скорее такая абсолютно бизнесовая история то вот оптимизация ОМС и оптимизация для ну например заказан к устарственному уровню тех лекарств которые показали наибольшую эффективность оптимизации больниц поликлиник построение новых там где они нужны перенос анализ потребностей в врачебном персонале в том числе для корректировки образовательных программ это все у нас в эту сферу в России частные компании безусловно например тот же Ренессанс страхование очень активно занимаются внедрением подобных вещей на государственном уровне пока меньше развито но тем не менее какие-то базовые анализы эффективности уже проводятся и последним предпоследним я бы назвал возвращаясь к самому началу к внедрению процесса цифровизации это облегчение рутинных процессов это как технологии которые позволяют снизить нагрузку на врачей по например работе с документами информацию на карту здесь и чат-боты и голосовые ассистенты интеллектуальные помощники и решение для обработки естественного языка который позволяет структурировать диагнозы в нужный централизированный формат и это и облегчение работы медперсонала нянечек сестер медбратьев устройства которые позволяют облегчать мониторинг тех же больных позволяет не следить за ними постоянно но получать уведомления при изменении или состоянии пациента либо даже например просто получать информацию с внешних датчиков с тех же датчиков движения например пациент сдвинуться надо пойти проверить что с ним такое не отцепились ли какие-нибудь там датчики не лежит ли там неудобно и так далее это все с одной стороны достаточно простая сфера цифровизации с другой стороны она довольно радикально позволяет повысить в общем-то качество повышения медицинских услуг как таковых и она же является наверное наиболее видимой для населения состав медицинской услуги как таковой и она в целом повышает на мой взгляд положительное расположение людей к внедрению технологии поэтому сбрасывать ее тоже с методов я бы не стал а вот да да роботы да и роботы пылесосы в том числе как мне было странно естественно постоянная уборка и принятие поддерживание частоты учреждений является во-первых залогом к выживанию пациентов во-вторых освобождает время медперсонала вопрос про импортозамещение про оборудование я в общем ничего не могу сказать те устройства которые вот в рамках того что я сказал носимые они российского производства а про программное обеспечение я пришлю вам организатором материалы у нас есть большой отчет в том числе посвященным решениям в области медицины российским решением подтвержденным с внедрением они есть мы их там нашли 30 точно подтвержденных отобранных с подтвержденной эффективностью в целом их больше но не все они из них либо подтверждены российские либо подтверждены эффективностью есть такой момент в случае смерти пациента от робота-хирурга но да робот-хирург в данном случае инструмент ошибку совершают в данном случае в первую очередь врач если же что-то пошло не так в самом устройстве это вопрос на который юристы с радостью соберутся и будут наверное часа четыре обсуждать кто несет ответственность за в первую очередь за неполадки устройства тот кто его использовал тот кто его создал тот кто его внедрял или например больница сама это не очень решенная часть законодательства но поскольку специализированных нормативных правовых актов не существует то в первую очередь как и в общем-то при обычной операции ответственность ложится сначала на врача а потом на больницу единый стандарт для проведения телеконсультации нет стандарты вообще есть какие конкретно будут внедряться в россии это вопрос но в последнее время тенденция скорее к адаптации стандартов международных чем к созданию собственно а давайте я попрошу задать второй вопрос окей да интересно при том что я честно хочу сказать вероятность того что вам проведут операцию с помощью робота гораздо выше чем вероятность того что например вам построить диагноз с помощью искусственного интеллекта поскольку поскольку роботизированное устройство особенно при проведении лапароскопических операций хирурги любят чего нельзя сказать про то что получать например второе мнение с помощью искусственного интеллекта делимся опытом с белорусскими коллегами да буквально вот на прошлой неделе у нас было мероприятие как раз посвященное цивилизации здравоохранения результат которого поступил запрос из ПВТ Минского с радостью поделились с ними материалами информации не могу сказать что есть какие-то прям успехи но диалог точно есть вот так немножко про поговорю регуляторные барьеры про мою наверное любимую тему завершение существует грубо говоря три основных барьера которые препятствуют внедрению цифровизации в медицину строят они по объективным причинам не призывая их побежать и снять но тем не менее нужно нужно понимать как это все работает и почему вещи которые например уже существуют не всегда внедряются первый барьер связан как раз с необходимостью собственно говоря где-то найти деньги на те или иные решения если страховая не покрывает использование какой-либо технологического решения будь то анализ там снимков будь то использование устройства коммерческая клиника возможно может себе позволить такие истории и то коммерческие клиники в россии довольно сильно зависят от омс царственная клиника за исключением каких-то экспериментальных не внедрит это никогда в свою очередь для того чтобы внедрить эту систему государственного здравоохранения требуется перед этим пройти в общем-то этапы связанные с стандартизацией сертификации и доказательством вообще эффективности всех этих устройств на наш взгляд главным тут драйвером может стать более активное применение называемых экспериментальных правовых режимов более того в рамках экспериментальных правовых режимов например те же медицинские устройства сейчас и будут в основном развиваться и опробоваться вот я надеюсь что уже в этом году такой путь позволяет да по сути временно и для очень четко очерчены предмет области отменить ряд загнаетных актов для того чтобы понять как в будущем должно устроиться регулирование данной сферы это тоже большой достаточно интересный вопрос наверное для отдельной лекции но пока мы скажу что просто вот такой путь есть второй барьер это ограниченный доступ к медицинским данным это как и зачастую отсутствие нормативных требований к переводу данных в электронный вид как таковой да базовые требования есть при этом взаимодействие того же например РИГИСИЗ Единокосударственная информационная система здравоохранения с интернационными системами отдельных больниц клиник не всегда качественно налажено не всегда совместимы те же форматы данных и зачастую больницы клиники заносят в электронные медицинские карты абсолютно минимум того что они должны заносить без полных данных соответственно невозможно дальнейшее развитие программного посещения продуктов второе это сложность с обезличиванием этих данных как отсутствие в российском взаимодействии персональных данных соответствующих мер вообще которые в принципе не специализирован в медицине так и отсутствие практики конкретно в сфере здравоохранения которое позволяло бы соблюсти баланс между собственно говоря защиты прав субъектов и тем чтобы данные которые сохраняются были вообще полезны для дальнейшего использования многие методы обезличивания которые подходят для какой-нибудь электронной коммерции рекламы совершенно не подходят для медицины поскольку даже небольшое ухудшение качества данных может совершенно радикально повлиять на полезность того или иного датасета есть определенные новые технологические методы которые позволяют эту проблему решать тем не менее на нормативном уровне они никак не определены не зафиксированы поэтому поэтому как у нас был один раз прекрасный диалог с одним разработчиком работающим в крупном российском холдинге занимающимся в том числе производством решений для медицины шел шел я по улице бац вижу лежит обезличенный датасет как прекрасно давайте используем его в нашей работе как в реальности получился этот обезличенный датасет из не обезличенного лучше никому не рассказать третий вопрос это тоже уже упомянуты это вопрос информационной безопасности разработка реализация мер специально для информационной безопасности для медицины она находится достаточно в начале своего пути сейчас медицинские учреждения выделяются как просто одно из один из объектов критической информационной инфраструктуры тем не менее вся все многообразие технологий которые внедряются в медицину очевидно потребуют специализированного подхода во-первых во-вторых и специализированного обучения специалистов по информационной безопасности давайте наверное зададим тогда сейчас третий вопрос и потом четвертый и немножко у нас останется времени что-то вам ответить третий вопрос спасибо вижу что все-таки превышает хочу сказать что по крайней мере в россии разработчики разработчики чаще предпочитают не связываться с безличными данными поскольку им неизвестны их качества и большая часть решений по обучению искусственного интеллекта на основе медицинских данных берется с непосредственным согласием пациентов и под контролем разработчиков поскольку позволяет обеспечить качество датасетов к сожалению другого пути пока сейчас нет так что если ну я надеюсь вы все будете здоровы все будет хорошо но если что-то произойдет не так и вас потом клиники попросят возможно согласие на использование ваших данных для какого-то эксперимента я бы вас конечно призвал согласиться на мой взгляд это никак не отличается от я поэтому сказал донором от например того же донорства например крови это позволяет будущем сохранить жизнь и четвертый вопрос о да я понял что я как-то почти мельком сказал про rvr по сути в медицинской сфере это применение технологии во-первых для обучения собственно говоря это тренажеры для для врачей а во-вторых это системы которые позволяют выводить дополнительную информацию прямо например во время тех же операций для или там наложения результатов анализов для более простого доступа к ним спасибо вам за ответы достаточно любопытно интересно что почти никто не верит на себе устройство я могу задать вопрос небольшой вот исходя из полученных ответов по ну в рамках опросов которые мы провели как твое ощущение скорее позитивное отношение к цифровым технологиям здравоохранения или непонимание пока ну поскольку я примерно знаю какие опросы по населению в целом оно более позитивное чем по населению в целом что наверное радует безусловно здравоохранение чувствительная сфера и сверхконсервативная а при этом я вот одну вещь хочу сказать что если там десять лет назад движимой силы цифровизации здравоохранения были все-таки айтишники то сейчас главная двигающая сила это врачи даже например там ассоциация цифровой медицины российская там все все ее там руководство это врачи которые возможно немножко устали от нас рассказывающих им про технологии и взялись за то чтобы применять их так как им кажется правильным и нужным этот процесс возможно еще не очень виден широким слоям населения но мне кажется что именно в нем на самом деле и заложено основной драйвер прогресса в этой сфере а про блокчейн есть проекты по внедрению блокчейна в том числе в там электронных медицинских картах на мой взгляд тут есть один одна основная проблема основная проблема с данными связана на входе когда у вас некачественные данные на входе блокчейн вам никак не поможет верификация изменений и так далее тут скорее можно было бы говорить про его возможное применение в контексте как раз обеспечения обеспечение не защиты данных но обеспечение безопасности данных то есть блокчейн протоколы могли бы использоваться для сбора тех же тоже информации с мобильных носимых носимых устройств и так далее для обеспечения их неизменности потому что основное качество как раз распределенных реестров это обеспечение их неизменности в возможно недружественной среде да поэтому как составляющая тех же там протокол защищен передачи данных оно имеет право на существование как средства для хранения электронных медицинских карт пока по крайней мере не очень вот спасибо что слышали надеюсь было интересно это очень 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 маленькая часть материалы передам организатором будет еще что почитать все спасибо спасибо